Это город С, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. С нового года всем нам предстоит отправиться в детство, аж на целых 10 лет. Соответствующий указ Владимир Путин подписал накануне Международного дня защиты детей. Что такое десятилетие детства, для чего оно нам будет нужно? Мы попросили прокомментировать у полномоченного по правам ребенка в Самарской области Татьяну Владимировну Козлову. Она у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Владимировна, как у любого нового начинания, у десятилетия детства есть сторонники, есть противники, есть сомневающиеся. И, наверное, как любое начинание, оно еще будет дорабатываться, может быть, в чем-то меняться. Но, тем не менее, хотелось бы понять, вообще, для чего оно понадобилось, почему сейчас? Действительно, вы уже сказали, в канун Дня защиты детей в этом году президент страны Владимир Владимирович Путин подписал указ номер 240 об объявлении десятилетия детства. И вы использовали начинание, новшество. Но я думаю, что это продолжение той традиции, которая начата достаточно давно. Напомню, что накануне Дня защиты детей в 2012 году был подписан указ, утвердивший национальную стратегию действий в интересах детей. И как раз 2017 год – это год, завершающий реализации национальной стратегии. Не все реализовано, скажем так, что было прописано в национальной стратегии. Но и это все-таки стратегия, она как бы на перспективу. И вот как раз объявление десятилетия детства, а в этом же указе и поручение правительству в трехмесячный срок, то есть сейчас идет завершение формирования плана реализации вот этого, это десятилетие детства. По сути дела, этот план – это правоприемник вот этой национальной стратегии, которая была… – Заканчивается пятилетка, да. – Да, заканчивается пятилетка. И я предвижу, но это на самом деле так. Те моменты, те направления, те проекты, которые были прописаны национальной стратегии, но не до конца, не полностью или не реализованы, но сохраняют свою актуальность, безусловно, они войдут в этот новый план. И я думаю, что вот этот указ, он лишний раз подтверждает приоритетность, во-первых, детства в стратегии вообще развития нашего государства, в политике государственной власти, но вместе с тем и подтверждает, к сожалению, актуальность многих проблем, которые существуют в сфере детства. – Татьяна Владимировна, а для кого подписано, для кого придумано, скажем так, это десятилетие? Вообще кого это касается? – Я думаю, что оно касается всех. Начнем с того, что план формирует государственные структуры, поскольку есть поручения правительства. Но напомню, что еще в национальной стратегии один из важных принципов – это принцип социального партнерства. И сейчас еще на этап формирования этого плана существенную работу проводят, например, профильные общественные организации, которые работают в сфере детства, и они вносят свои предложения в этот план и будут среди основных реализаторов тех положений, которые войдут в этот план. Безусловно, и в национальной стратегии в этом плане есть раздел, который называется «Участие детей». Поэтому, конечно, без деятельности, без мнения, без активности самих ребят, самих несовершеннолетних, их законных представителей, всех специалистов, которые работают в сфере детства, ни один план, связанный с десятилетием детства, не будет реализован. Поэтому я думаю, что и само десятилетие детства, и тот план конкретный, который будет принят, он и затрагивает всех, потому что мы дети, родители, специалисты, и он требует участия всех, о ком я уже сказала. То есть ни у кого из наших зрителей нет оснований думать, что его это не касается? Я думаю, что нет. Во всяком случае, я на это надеюсь. Хорошо. Как вы считаете, каким именно сферам стоит отдать приоритет в начале реализации проекта? Вы знаете, еще вот на этапе мы сегодня возвращаемся к национальной стратегии. Я когда познакомилась с этим документом в 2012 году, и он на меня произвел вообще очень такое хорошее впечатление в том смысле, что там как-то все систематизировано. Что я имею в виду все? Проблемы, которые существуют в сфере детства, систематизированы. И очень четко прописаны вот направления. И одно из первых, если вы помните, это детство-сбережение. Но если сейчас уйти от национальной стратегии и прийти к плану, и оценивать его с позиции защиты прав ребенка, например, то я просто хочу еще раз напомнить, что основной рубеж защиты – это, безусловно, семья. И поэтому я думаю, что приоритет должен быть во всех направлениях. Будь то образование, здравоохранение, использование культурного наследия, спорт и так далее, приоритет должен быть все-таки на поддержку семьи, в первую очередь скромной семьи. Конечно, при сохранении тех подходов, которые реализует государство в плане поддержки особых категорий детей, я имею в виду и детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Но если приоритет будет на кровной семье с детьми, то многие вот эти проблемы, они будут профилактированы, скажем так. И я думаю, что именно в этом приоритет. Получается, что главный реализатор проекта – это семья. Потому что некоторые эти проблемы просто не возникнут. И это не надо будет решать. Конечно, конечно. Известно уже, что Министерство труда и социальной защиты включило в предварительный план проекта «Десятилетие детства» около 30 основных мероприятий, которые предложены уполномоченными по правам ребенка. Вы каким-то образом эти предложения собирались? Да, эти предложения собирались. Мы их обсуждали еще в рамках съезда, который прошел у нас вот в Белгороде, Всероссийский съезд, и это была отдельная секция на съезде как раз по формированию предложений по совершенствованию политики в сфере детства. Предложений достаточно много. Я не знаю, все ли они войдут, но предложения от начала необходимости совершенствования законодательства, ну, о каких-то частностях, например, если мы сегодня будет время, мы поговорим, например, об обращениях, которые ко мне поступают, и о проблемах, то большой спектр проблем связан с защитой прав ребенка в процессе и после развода родителей. И поэтому вот в плане совершенствования законодательства мы вносили, например, предложения по совершенствованию и включению различных механизмов осуществления родительских обязанностей тем и другим родителям вот как раз в послеразводный период, как предложения, которые бы использовал суд при рассмотрении этих вопросов. И разные форматы этих механизмов, потому что ситуации разные. Это, учитывая опыт и других стран, это и совместная, и юридическая, и физическая опека над ребенком. Я имею в виду, использую термин опека, но имею в виду подходы воспитания родителей. Или, например, юридически единоличная опека одного родителя, а физически обоих. Или обратная ситуация. То есть там есть разные механизмы, потому что сейчас мы сталкиваемся, например, когда чаще всего, правда, папы борются за право общаться и видеть с ребенком, а мама всячески препятствует. И мы сейчас эту тему отдельно прорабатываем с прокуратурой и с профильным министерством и с судебными приставами для подготовки соответствующего алгоритма. А бывают ведь ситуации, когда папа никак не принимает участие в судьбе ребенка, а маме нельзя вывезти ребенка даже на море, там куда-то за границу, потому что у этого папа нужно получить разрешение на выезд. И не факт, что он его даст. Да. Вот поэтому в этой части необходимо совершенствование законодательства. Мы говорим о необходимости принятия федерального закона об оказании психологической помощи гражданам Российской Федерации, потому что очень много проблем. Ну, мы говорили о том, что какие-то психологические тренинги, несанкционированные, непонятно какими специалистами с этими ситуациями мы тоже встречались. И до сих пор единственный специалист практически, который работает в сфере детства, работает с душой ребенка, его деятельность не сертифицирована, не аккредитована и так далее. То есть в отличие, например, от педагога, врача, то есть тех специалистов, которые работают. То есть нужен такой закон. Безусловно, нужен федеральный закон о постинтернатном сопровождении детей, выпускников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей этой категории, которые прошли замещающие семьи. Нужен федеральный закон. Но это в качестве примера вот тех предложений, которые вышли от нашего сообщества для включения в план. Ну, кстати говоря, по некоторым из этих предложений я как раз собираюсь с вами поговорить. Ну, вот сейчас вот что, не могу вас не спросить о вас. Не могу вас не спросить. Было предложение об ограничении ресурсов, интернет-ресурсов для детей. Вот речь идет об информационной безопасности. И минувшей зимой, особенно, наверное, громко говорили о целой волне детских суицидов, прокатившихся по стране. Все эти дети состояли в так называемых группах смерти в интернете, в социальных группах. Вообще, коснулось ли это Самарской области? И как по-вашему, вообще, кто должен за это отвечать? Напомню, опять мы сегодня возвращаемся к национальной стратегии. Еще в национальной стратегии в 2012 году, когда она принималась, уже были обозначены в качестве проблем в сфере детства новые вызовы. Вот как раз интернет-безопасность, учитывая малоконтрольность этой сферы, скажем так, и скудные механизмы влияния на обеспечение безопасности в интернете, как раз вот это один из существенных новых рисков. И действительно, проблема провоцирования несовершеннолетних на деструктивные поступки среди интернета – это проблема очень остра. Я бы не стала ее транслировать так, как сказали вы, что среди тех, кто совершил суициды или суицидальные поступки, все состояли в каких-то группах и так далее. Это совсем не так. Потому что причин… Вот у нас в области, например, есть специальная комиссия, которая каждый такой случай разбирает и анализирует в общем вот все эти ситуации. Далеко не в каждом случае есть связь вообще с какими-то интернет-сайтами, связь этого несовершеннолетнего с какими-то интернет-группами и так далее. Но тем не менее роль вот этих деструктивных групп, которые идут в интернете, она очень существенная. И здесь вот опять мы же говорили о законе о психологической помощи. Судя по всему, очень мощные психологи работают вот в этих деструктивных сетях, которым нужно противостоять тоже профессионально. Это тоже одна из проблем. И действительно, это очень острая проблема, потому что, к сожалению, как показывает анализ, и особые, так сказать, подходы ищутся к благополучным семьям и ребятам. И когда там они идут по этим этапам, изначально воспринимают как игру, то на завершающих этапах, на кон, что называется, ставится как раз отношение с родителями. Если ты не сделаешь это, будет плохо твоим родителям. И вот акцент делается как раз в этих деструктивных группах на благополучные семьи в плане взаимоотношений родителя-ребенок, на благополучных детей. И это тоже одна из проблем, с которой сейчас приходится работать. Большое внимание этой проблеме уделяет и управление Роскомнадзора, которое сейчас проводит очень много мероприятий, в том числе в детских аудиториях, о проблемах интернет-безопасности, о сохранении, подходах к сохранению персональных данных. Но опять мы начали с вами с семьи. И в обсуждении, наверное, этой темы тоже, наверное, нужно завершать семьей. Потому что все-таки самый главный профилактический подход – это внимание родителей. Это не только контроль, хотя очень важно знать, чем занимается твой ребенок. И если он в интернете, то чем занимается в интернете. Но еще важнее, конечно, выстраивание взаимоотношений доверия. И деятельность родителей по привлечению ребенка совершенно к другой деятельности. К спорту, к культуре, к совместному отдыху – это одно из главных направлений в профилактике интернет-безопасности для ребенка. Ну тогда о семье опять-таки. Знаю, что на съезде у полномоченных вы говорили о том, что неплохо было бы ввести в школе уроки семьеведения, семейного воспитания, семейного счастья. Это не есть что-то новое на самом деле? Или все это уже были попытки реализации? Но, как мне кажется, важен не сам предмет, важно, кто и как преподает этот предмет. И не факт, что именно такие специалисты будут это делать. Поэтому есть ли смысл в таких вещах? Есть, во-первых, очень позитивный опыт. И предметы семьеведения введены у наших соседей в Пензенской области как региональный компонент, причем для всех школьных параллелей. Однозначный ответ на этот вопрос дать сложно. Вот рассматривать именно как предмет, один из учебных предметов в образовательной программе. Тем не менее, вы знаете, мы когда говорим о любых проблемах и возвращаемся к семье, и всегда хочется сказать, что можно что угодно говорить ребенку, но если он видит противоположные в примере родителей, то никакие доводы, вот такие словесные, не будут иметь эффекта. Почему сейчас говорят о необходимости вот этого предмета или разговора грамотного с ребенком о ценности семьи, о правильности выстраивания отношений, ну то есть о семьеведении? Почему об этом говорят? Во-первых, потому что, хочу сказать, значительное все-таки, исходя из тех обращений, которые поступают ко мне, значительная часть молодых родителей не имеет того опыта в семье, который бы они могли передать своим детям, позитивного опыта, очень много разводов, очень много разрывов в многопоколенной семье. То есть бабушки, дедушки ходят к ополномоченному отстаивать свое право общаться с внуками. И вот этот опыт построения семьи, он потерян во многих семьях, и передать детям нечего. Поэтому кто-то должен эту необходимую для жизни информацию ребенку давать. Это одно направление. А второе направление все-таки идет, на мой взгляд, очень активная информационная война с семьей, скажем так, с самим институтом семьи. Мы сейчас дошли до того, что идут не только разговоры, а уже принимаются законы в странах родитель номер один, номер два. Мы говорим о нетрадиционных семьях и так далее. Это же все война с традиционной семьей. И если этому ничего не противопоставлять, причем грамотно не выстраивать работу с подрастающим поколением в смысле нацеливания на традиционную, обычную семью, то будут и, наверное, какие-то последствия. Поэтому, безусловно, разговор, грамотный разговор об институте семьи, об отношениях в семье, вот этот самый предмет семьеведения, уж в каком формате, это вопрос другой, это нужно обсуждать. Но, к сожалению, он сегодня очень востребован. Вот в силу тех проблемных моментов, о которых я сказала. Ну, тогда еще о воспитании. Вот я говорила, что у каждого нового дела есть противники, есть скептики. Вот есть такое мнение, думаю, что для вас оно не является чем-то секретным. Многие считают, что само воспитание скоро станет правонарушением, как факт. Потому что бесконечная эта борьба с ювенальной юстицией, принятие каких-то новых законов. И вот я даже видела рекламу на одном из каналов, в которой предлагается ребенку позвонить на телефон доверия, если родитель не купил щенка, например. Вот закон о шлепках обсуждение. Вы знаете, мы можем дойти до крайности в этой ситуации. Я всегда хочу, когда задается такой вопрос, напомнить вообще о конвенции о правах ребенка. Мы, с одной стороны, говорим о насаждении какой-то ювенальной юстиции, иссылаемся на международные документы и так далее. Но вот еще конвенция о правах ребенка, основной международный документ, регламентирующий права несовершеннолетних, он ведь не только закрепил определенный статус ребенка как полноправного субъекта права, но он и ввел два очень важных понятия в этом смысле. С одной стороны, приоритет интересов ребенка, а с другой стороны, баланс между правами ребенка и защитной и воспитательной ролью семьи. И ведь в конвенции закреплено, что государство, которое ратифицировало этот документ, не только создает там условия для детства, но и поддерживает семью, но и не вмешивается в дела семьи, если только под угрозу не поставлена жизнь и здоровье ребенка. Вот во всех этих ситуациях самым главным и самым основным является угроза жизни и здоровья ребенка. Если ее нет, то никто не вправе вмешиваться в дела семьи. Жизнь и здоровье ребенка должны быть критерием. Другое дело, что, конечно, семья – это ведь достаточно закрытый институт. И возникают многие, к сожалению, печальные ситуации, когда мы сталкиваемся с тем, что никто не увидел, что жизнь и здоровье ребенка было поставлено под угрозу уже очень давно, а все проходили мимо. Никто не считал нужным куда-то обозначить эту проблемную ситуацию. И ситуация доведена была до крайности, и, например, ребенок погиб. Такие же ситуации мы тоже встречаем. Но, тем не менее, вот я возвращаюсь к критерию, когда мы должны быть неравнодушны или четко выполнять свои обязанности специалистам профильных служб, которые могут войти в службу, в семью. А когда мы просто не должны вмешиваться в семью и не мешать ей жить и воспитывать и расти детей. А вот в том-то и беда. У нас же все очень сильно акцентировано на каких-то моментах. И есть риск, на самом деле, скатиться, перейти к практике, вот, например, северных европейских стран, конечно. Вот задача, наверное, как раз специалистов, в том числе законодателей, а может быть, в первую очередь законодателей, в законе прописать эти подходы так, чтобы мы не скатились к тому уровню. Пожалуйста, обратите на это внимание. Я напоминаю, что вы смотрите Город Эсс. У нас в гостях Татьяна Козлова, уполномоченная по правам ребенка в Самарской области. Мы сегодня говорим о десятилетии детства. Ну, не только об этом мы говорим сегодня. Татьяна Владимировна, вот ваша, наверное, одна из основных задач, это работа с обращениями граждан. Как вы уже тоже сказали. А какова все-таки основная направленность этих обращений? Все равно есть какая-то статистика, да? Статистика, безусловно, есть. Ежегодно поступает достаточно большое количество обращений. Например, вот за прошедший год более 1800 обращений поступило в нашу службу. И мы, безусловно, по итогам года анализируем, с чем, что и как. И если в предыдущие годы, как бы так, в приоритете, в большинстве случаев обращались по условиям жизни, скажем так, семей с детьми, это и жилищные проблемы, и низкий жизненный уровень. Вторая проблема – это была проблема образования, в частности, дошкольного, когда был, вы помните, дефицит мест и так далее. По 2016 году ситуация изменилась. И вот первое место в структуре заняли обращения, мы их так систематизировали, может быть, объединили несколько разных ситуаций, но, тем не менее, преобладающее место занимали обращения, связанные с обеспечением безопасности ребенка. Сюда, правда, вошли и условия жизни ребенка в семье, то есть когда ребенок в неблагополучной семье. Сюда вошли обращения, связанные с пребыванием детей в различного рода учреждениях, в том числе, например, в образовательных учреждениях, и речь идет о школьных конфликтах. Сюда же вошла безопасность детей в общественных местах. Это и дети жертвы дорожно-транспортных происшествий, дети жертвы неправомочных действий со стороны посторонних взрослых на улице. И сюда же вошла вот та интернет-безопасность, о которой мы говорили. Но, тем не менее, первое место в структуре заняли обращения, связанные с безопасностью ребенка в том или ином формате. Хотя, конечно, много обращений, я уже говорила об этом, связанных с ситуациями, когда разводятся родители и нарушаются права ребенка. Достаточно много сохраняется обращений, связанных с образовательными проблемами. Это и проблема зачисления детей в первые классы образовательных учреждений. И в основном речь идет о Самаре, начиная с механизма зачисления через интернет и заканчивая проблемами зачисления в близлежащие образовательные учреждения, если, например, это лицеи, гимназии и так далее, которые закреплены в нормативном акте городском, что в это учреждение принимаются учащие ребята со всего города. И в некотором дискриминированном состоянии оказываются те ребята, которые не попали, а проживают рядом с этим образовательным учреждением. Были проблемы, связанные с образовательными учреждениями в двух новых микрорайонах. Это Южный город и Кошелев проект. Были обращения, вот я уже сказала, о школьных конфликтах. И несмотря на то, что значительно снизилась проблематика, связанная с дошкольными учреждениями, потому что сколько открыто построено и так далее, тем не менее она сохраняется, особенно по детям от трех лет, скажем так. И проблема, связанная с предоставлением места опять вблизи места проживания семьи. То есть предоставляется место, когда нужно далеко добираться и так далее. Обращаются родители, которые находятся в местах лишения свободы. Дети их на свободе проживают с родственниками, и у них в семьях какие-то проблемы, или они находятся на это время в замещающих семьях. И там свои проблемы, в том числе по порядку общения. То есть спектр проблем достаточно широкий. Но один из специфических моментов деятельности уполномоченного правом ребенка, это мы не просто ждем обращений, мы выезжаем в детские учреждения, причем разные подведомственности, для того, чтобы оценить условия, в которых находятся несовершеннолетние, поговорить с ними. Это учреждения и разной подведомственности, и разного типа. Если мы говорим об образовательных учреждениях, то это и закрытые учреждения, например, Октябрьская закрытая спецшкола. Это и учреждения системы ГУФСИН. Вот мы в этом году посетили несколько следственных изоляторов, где находятся несовершеннолетние. Это и Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, то есть закрытые учреждения. И открытые сейчас вот сезон летнего отдыха. И я, и мои сотрудники, мы посещаем, и по жалобам и без жалоб планово, посещаем детские оздоровительные учреждения, для того, чтобы тоже поговорить с ребятами, с родителями, которые приезжают навестить своих детей, и насколько им нравятся или не нравятся те условия, в которых находятся дети, те воспитательные программы, которые реализуются в том или ином оздоровительном лагере. То есть помимо обращений, которые поступают к нам, мы еще активно выезжаем в детские учреждения. Татьяна Лазировна, ну тогда несколько минут у нас уже буквально осталось. По итогам... Лето уже у нас отправилось на закат все-таки. По итогам летней оздоровительной кампании этого года было ли что-то из ряда вон выходящее? И что нового в этом году? К сожалению, было из ряда вон выходящее. И совсем недавно, то есть вот последнее заседание областной комиссии межведомственной по организации летнего отдыха детей было внеочередное, было по определенной ситуации, которая выявилась. Это несанкционированный палаточный лагерь на одном из островов на Волге, где дети, с согласием их законных представителей, что самое печально, были доверены лицам, которые не имели никаких документов на право организовывать такой лагерь, никого не оповестили. То есть само пребывание детей на острове трудно назвать лагерем, потому что никакие профильные службы, которые дают разрешение на открытие лагеря, не были уведомлены. Дети перемещались на этот остров в самой сложной погодной ситуации, которая была в Самарской области в тот период. Сами себе добывали пропитание и не имели ни медикаментов, ни так далее. То есть и в этой ситуации, конечно, вот пользуясь тем, что мы с вами в эфире, я еще раз хочу обратиться к родителям, может быть, уже для профилактики подобных ситуаций в будущий летний сезон, что нельзя так безрассудно доверять детей, непонятно кому, и отправлять непонятно в какие условия. У нас каждый лагерь принимается комиссией, и родителям имеется доступ увидеть документы на этот лагерь. Надо понимать, кто организатор, куда будут направлены дети, кто будет вести контроль, в каких условиях они будут и так далее. То есть безопасность детей, несмотря на то, что все профильные ведомства принимают все меры для того, чтобы соответствующие лагеря имели все условия для отдыха, мы опять возвращаемся к семье. Безопасность ребенка, в первую очередь, это ответственное отношение со стороны их родителей. Татьяна Владимировна, я надеюсь, что, во-первых, родители услышат вас сейчас однозначно. Спасибо большое за то, что выбрали время в своем плотном графике, пришли к нам в студию. Ну и будем надеяться, что десятилетие детства все-таки удастся в это время реализовать все то хорошее, что было запланировано и просто не успели за предыдущие пять лет. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.